Добрый день, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно» И мы ее ведущие Ларина Сыкуева и Лена Андреева Вся наша жизнь Это общение Причем в разных формах Мы умеем объясняться словами Намеками, мимикой Жестами И рисовать И наше шоу «Телеактивно» Это игра для общения Она основана на обмене идеями между игроками Поэтому в игре используются Все обычные формы общения Мимика, вербальные и графические описания А и все это вместе развивает наши коммуникативные навыки И умение работать в команде Согласитесь, что современные реалии таковы Мы совершенно перестали общаться И буквально с головой Уткнулись в гаджеты А для некоторых из нас Гаджеты превратились в учителей Нянечек и даже друзей И это неправильно Поэтому мы решили исправить эту ситуацию И наладить контакт между людьми А точнее между детьми и взрослыми Итак, мы рады представить вам нашу первую команду Это Ирина Бурцева, Кристина Кривошапкина и Алина Кириллина Это первая команда Ирина Бурцева Работает в 38-й школе города Якутска Она заместитель директора по воспитательной работе И учитель английского языка Любит играть в настольные игры Поэтому настроена на нашу игру очень решительно Кристина Кривошапкина Педагог-организатор и учитель музыки той же 38-й школы Обожает свою работу А еще любит петь, танцевать, ставить танцы Играть на музыкальных инструментах И печь торты Алина Кириллина Ученица 9-го класса Столичной средней школы номер 38 Ее любимый предмет в школе Иностранные языки И не случайно Ведь в этой школе ребята серьезно изучают языки разных стран мира Алина, к примеру, обожает французский А еще из школьных предметов Ей отлично даются русский язык и литература И немного физика Всем здравствуйте Здравствуйте, девушки Мы очень рады видеть вас в нашей программе Представьтесь, пожалуйста, Ирина Где вы работаете? Чем вы любите заниматься? Я работаю в 38-й школе Как и вся моя команда Мы все представляем 38-ю школу Учителя и дети любим играть в настольные игры Поэтому ваша программа как раз таки для нас Значит, вы справитесь со всеми нашими заданиями Кристина, ваше хобби какое? Чем вы любите заниматься, кроме настольных игр? Я люблю петь, танцевать, ставить танцы Играть на музыкальных инструментах И печь тортики Алина, Алина, в каком классе учитесь? Я учусь в 9-м классе, также в 38-й школе А какой любимый предмет у вас? Ой, ну это иностранные языки Так как мы изучаем углубленные иностранные языки Французский язык Ну, возможно, физика И русская литература Возможно, физика Ирина, Кристина, а учителя каких предметов вы? Я заместитель директора по воспитательной работе Также работаю учителем английского языка А Кристина? Я педагог-организатор и учитель музыки Здорово Очень рада вас видеть в нашей студии Посмотрим, что получится Также просим любить и жаловать Вторую тройку Марию Васильеву, Ивана Слепцова и Гаврила Григорьева Мария Васильева Врач-эпидемиолог Это тот человек, который сегодня о коронавирусе знает все Ну или почти все Помимо этого, Мария активный общественный деятель А в свое свободное время, которого у нее немного Она посвящает семье и балует их кулинарными шедеврами Иван Слепцов работает в службе спасения Он страстный охотник и рыбак Гаврил Григорьев Учится в 10 классе 5 школы города Якутска В свободное время занимается волонтерством и саморазвитием А еще Гаврил честно, как на духу признался, что любит печь тортики И это круто Здравствуйте, здравствуйте, друзья Добрый день Расскажите, пожалуйста, о себе Как вас зовут, еще раз назовите С чем вы любите заниматься, где вы работаете Меня зовут Мария Васильева Я врач-эпидемиолог В свободное время активный общественный деятель Что еще раз сказать? Иван Добрый день, меня зовут Иван Работаю в службе спасения Добрый вечер уже Я Григорьев Гавриловин Я учусь в пятой школе В свободное время занимаюсь волонтерством и саморазвитием Может быть, у вас есть хобби какое-нибудь, Гаврил? А? Гаврил Я... Мое хобби это учи... А я не знаю, какое хобби Уже было много хобби? Никто не проверит Никто не проверит, я люблю печь тортики Здорово, Иван Может быть, у вас тоже есть тайные хобби? Ну, мое хобби – свободное время охоты и рыбалки Ага Ну и Мария, вы не рассказали про себя более подробно? Свободное время, которого, к сожалению, очень мало Я уделяю своей семье и балую их кулинарными произведениями Здорово Ну, прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход А первым у нас всегда начинает красная команда Для этого капитаны должны бросить наш кубик И у кого цифра будет большей, тот и начинает игру Итак, кто первый приснёт? Я Ирина Можно подуть Удачи Четыре Так, и Мария Так Оттуда, да? Как вам удобно? Раз, два, три Итак, выбор сделан, команда красных и синих определена Пожалуйста Так, у нас Ирина садится на красный диванчик, а Мария и команда на синий диванчик И мы начинаем А правила игры таковы Все участники разбиваются на две команды Команда красных начинает игру первой и бросает кубик Игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке При этом нужно уложиться в 45 секунд За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и к победе Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала А вот если игроки не поняли расплывчика и объяснение товарища, фишка будет стоять на месте Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша А теперь смотрим на саму карточку Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу В этом случае нельзя использовать однокоренные слова Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно, в которой спрятался кот в мешке Это видео-вопрос от знатоков нашей программы, учителей Якутского городского лицея, преподавателя филологического факультета СВФУ и сотрудников Малой академии наук Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе Все поняли правила игры? Да! Хорошо, начинаем! Команда красных кидает кубик первой и таким образом определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха Так, Ирина, капитан команды красных, кидает кубик Удачи! Так, подходит к столику с нашими карточками Вытягивает абсолютно любую карточку Смотрит на клетку синяя кисть Синяя, в смысле? Да Вам нужно, Ирина, нарисовать Все, Ирина рисует Время пошло Пошли Радио 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 Вы можете подойти, если я не делюсь Радио А, ведущий этот радио Ага Говорящий человек Телерадио Два слова Радио Радио Человек Первый человек Радио Ведущий на радио А слушатель Вещает, да? А, слушатель Радио Слушатель Радио Слушает Слушает Радио Да А, все? Все, все, молодцы Молодцы Так Поздравляю Итак, команда красных делает первый шаг Здорово Сложно было? Да Да? Не так уж, нормально Но вы справились, вы молодцы Приглашаем команду синих Пожалуйста Бросайте Надо бросить сейчас посерьезнее Да Желаем удачи Оооо Один Один Так, Мария, тоже к нашему столику прошу И выбирайте карточку Любую И нужно тоже там посмотреть Синюю кисть Ага Вы остаете мне карточку А! Вы запомнили, да? Готовы? Я двигаю Поехали Сколько слов? Одно слово Хавать в день Да Сколько секунд? 10 секунд. За это бонус будет? Я хотела нарисовать лбаску уже внутри. Так. И я ее... Можно подвинуть. Поздравляю. Команда красных начинает свой ход. Бросает кубик. Ваши ставки. О-о-о! Пантомима, да? Пантомима, зеленая пантомима. Ну-ка, ну-ка. Так, начинаем. Время. Два слова. Писать. Ученик пишет, пишет, ученик. Контрольная работа. Классная работа. Тетрадь, открыто. Тетрадь. Тетрадь. Тетрадь учится. Второе слово. Ученик. Тетрадь. Ученический тетрадь. Тетрадь ученика. Школьная тетрадь. Школьная. Закрыто. Тетрадь. Короче, первое слово. Тетрадь. Тетрадь. Второе слово. Ученик. Ученик. Ученица. Ученик. Ученическая тетрадь. Тетрадь ученика. Школьная. Открывает ученик. Школьная тетрадь. Школьника. Молодцы, молодцы. За 30 секунд вы справились, молодцы. Так, двигайте свою фишку. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Сложно было? Нормально. Да, команда с них должна нагнать красных. Шестерку, Иван. Иван, давайте шестерку. Давай, давай. Ну, а? Розовое. Так, время. Начинаем. Что это, мостик? Турник. Мостик. А сколько слов? Мостик. Длинный большой мост. Ну, можно сказать. А, мост? Просто мост. Молодцы, молодцы. Я уже думала. Буквально 15 секунд, и вы уже справились с заданием. Это было торжественное. Теперь вот это торжественное. Ну, вот туда дойдем. Поднял бы вот так. Так, и не забывайте, друзья, что в нашей игре есть клетка телеактивна. Это клетка кот в мешке. Друзья, если сейчас кто-то из вас выкинет эту клетку, попадется эта клетка, это будет означать, что вам зададут видео вопрос. Вопросы дают знатоки нашей программы. Это учителя столичной школы, сотрудники Малой Академии наук и преподаватели нашего университета. Там вопросы будут задаваться из школьной программы. Поэтому вам нужно будет вспомнить школьные годы и все то, что вы проходили в это время. Итак, у нас на очереди команда красных кидает кубик. Алина у нас на поле. Алина, Алина, Алина. Четыре. Ну, молодец. Так, нужно посчитать это. Пантомима. Пантомима синяя. Вот быстро игра закончится. Реально может. Так. Она и ремень. Начинаем. Время. Сумка. Путешественник. Нет. Туризм. Не говорить. Алина, не надо. Сумка, рюкзак положить. Взять. Забрать. Взял, забрал. Мешок. Осталось 25 секунд. Это что профессия? Другое, по-другому покажи. Телефон. Разговор по телефону. Поговорить. Что-то кому-то сообщает. Он забирает. Посылка. Почтальон. Почтальон. Курьер. Да. Мы курьер. Молодцы, молодцы. И торжественно. Почтальон. Это был курьер. Конечно же. Это на рюкзак. Приглашаем синюю команду. Так, Гаврил бросает кубик и определяет, сколько шагов нужно будет сделать в команде синих. Один. Удачи. Все боятся кота в мешке. Нет, мы хотели один. Вы хотели, да? Так, это получается зеленая пантомима, да? Да. Ну, попробуйте. Что там? Время. Начинаем. Два слова. Одно слово. Два слова. Окей, первое слово. Пошли. Мясорубка. Два слова. Второе слово. Давай. Мясорубка. Нет? Поднимать. Сундук открываешь. Поварешка, еду набираешь. Подожди. Что ты вытаскиваешь? Растягивать. Первое слово попробуй. Первое слово попробуй. Вообще ничего не понятно. Ты готовишь что-то? Осталось 15 секунд. Это не готовка. Это самурайский месич. Что это? К чему это? 10 секунд. Кушать. Бизнес-ланчик какой-то. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Нет. Что это было? Подождите, не говорите. У нас есть команда красная, которая желает угадать. Может быть у вас есть уже какие-то мысли? Нет. Нож какой-то такой. Звучит. Даже без рук. Реально. Ремонт машин, да, товары. Это угадывание вне зачета. Продолжайте, Гаврил, да. Ну, сложное словосочетание. Тут два слова в этой фразе. Я считаю, что сложно, да. Будете пытаться еще? Нет. Нет. Команда красных есть мысли? Нет. Нет. Я уже что-то сказала. Это тягучий сироп. Да, это очень сложное словосочетание. Это был тягучий? Тягучий. Именно тягучий. Так, команда синих стоит на месте. И команда красных продолжает свое путешествие. Неменку давай, Ира, поиграем подольше. Давайте. Мы здесь. Ага. Сразу финиш. Эээ. Давайте шестерку. Ой, нет. А тут рисунок? Это вот розовое рисование. Нет, в ту сторону. Посудайки. Раз. Это все равно рисование. Так, у нас рисование. Вот тут приготовим доску и вытягиваем. Ну-ка. О-о-о. Вот тут. Или, а вот это. Вот это, да-да-да. Ой-ой-ой. Поехали. Два слова. Первое. Лужа. Дождь. Да? Дождь, облака. Облака. Снег. Пасмурный. Тухкинка. Мороз, мороз, холод. Мороз. Так. Снежинки. Снег. Зима. Снегопад. Снегопад. Зимний... Зимний что? Второе слово. Зимний. Зимний. Зимние окна. Осталась 10 секунд. Зимняя передача. Рисунок. Зимние елки, что ли? Елки. Деревья. Лес. Зимние елки, деревья. Апалтик. Все. Зимний картина, картина. Картина, что ли? Зимний пейзаж. Угадала команда синих, но вне зачета. Спасибо. Спасибо за эту попытку. Команда красных стоит на месте. Я думаю, что таким образом у синих появился шанс догнать, перегнать команду красных. Я мало кидаю. Давайте. Мария. Мария. Итак, Мария. Главное, чтобы не один. Все. И это? Так. И это. Раз, два, три. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это говорение. Желтое говорение. Это синише, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да. Однокоренные главное не говорите. Однокоренные слова можно, надо не говорить. Я говорю словами. Да, это словами. А что ты говорила самое легкое? Говори не самое легкое. Ну, не знаю. Поехали. Время. Два слова. А, два слова, да. Второе слово. Как нас по-другому называют новорожденного? Младенец. Да, и первое слово, это описание его. Чудесный младенец, по-другому? Божественный младенец. И божественный. Красивый, счастливый, необыкновенный. Можно использовать антоним. Хороший, хороший, прилагательный, да. Да, прилагательный. Как мы опишем младенца? Ой, какое чудо, такой ты. Чукурушка. Какой? Давай, Гаврил. Настоящее. Чудо, чудо, чудесное. Настоящее? Открытие. Чудесный. Чудесный. Младенец. Прекрасный. Прелестный. Это был прелестный младенец. Это был прелестный. Я никогда так не назвал. Черт, прогулся. И Кристина, команда красных. Ура! Если команда красных угадает, она приближается к финишу. Подождите, вы должны сперва вытянуть нашу картеру. А что они туда? Один раунд, да? Получается что? Четыре, да? Четыре. Так, получается пантомима. Пантомима. Вот. А это же три будет. А, это же три, у меня же четыре. Ну, там же нету ничего. Там ничего нету, поэтому да. Только не спой. Ага. А нет. Мы должны выйти. Поехали. Два слова. Первое. Говорит, думает, хороший, интересный. Интересный. Интересный ремонт. Интересный ремонт. Выиграли. Неожиданно. Буквально за 10 секунд. Ура! Команда красных одержала победу в нашей игре, в нашем первом выпуске телешоу «Телефортивно». Мы очень рады и поздравляем вас. Спасибо. Это Ирина, Кристина и Алина. Мы вас поздравляем. Спасибо. Ура! Можно ли было? Скажите. Совсем нет, да? Совсем нет. Мы в школе играем в эту игру, поэтому... Похожую, да? Да, похожую. И там задания, наверное, сложнее. Да, сложнее. И то, что мы тренировались, нам не пошли даром. Так, ну насчет Алина, курьера, вот, или, может быть, какие-то другие задания вам были сложно показать, объяснить, нарисовать. Что было самым сложным? Ну, наверное, скорее всего, курьер. Потому что, ну, не могли угадать. Ну, там сложного поколения. Которые... Ну, типа, я взяла пример из доставки «Деливеры». Есть же это? Я так и взяла, кстати. Да, с рюкзаком такие. А вот дети у нас понимают. А мы такие, почтальон. Почтальон. Балер-глы. Мария, я знаю, что в течение нашего игры вы даже придумали название вашей команды, да? Да. Наша команда называется «Миг». Почему? Потому что это первые буквы наших имен. Мария, Иван и Гаврил. Есть только «Миг» между прошлым и будущим. Какое задание было самым сложным для вас? Тягучий сироп. Да. Он нас... Это как показать-то тягучий сироп-то? Ну, как бы вы показали? Я бы тоже, наверное, столкнулась бы с трудностью, не знала бы. Вот давайте сразу к победителям вопрос. Как бы вы показали бы тягучий сироп? Вы уже об этом думали? Ну, тягучий вот так вот показывали. Ага. А сироп? Кашляли. Ну да, вот сироп ассоциируется с сиропом от кашля. А у меня сироп для кофе, я думала. Ну, это было бы еще сложнее. А почему прелестный младенец вызвал такие сложности? Иван. 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 Чукурушка была. А просто тебе, да. Не сталкивался еще с такими. Нужно было вспомнить... Себе. Да, напередное слово. Как люди, когда хотят... Прекрасно. Ну, слово «лезть» вспомнить нужно было. Какое вообще задание вам больше всего понравилось? А какое бы вы хотели, чтобы выпало вам на поле? Именно пантомима, объяснение или бы рисовать? Кот в мешке. У нас ни разу не было пантомима. А, вот тягучий сироп был. Тягучий сироп, да. А я бы хотела показать пантомиму. Ради мы по всему кашляхи. Ну и, кстати, вы все боялись именно вот кота в мешке нашей центральной клетки. Почему? Иван, вопрос к вам. Нет, мы наоборот хотели. Да, мы хотели. Вы уверены, что она попадется нам? Мы не говорили с кетам вопроса. Ага, вы хотели, Ирина, Кристина, Алина, кота в мешке? Ну да, в принципе, задания все замечательные. Но мне, например, два раза попалось рисование. Не лучший художник. Вот мое произведение. А так, мне нравится больше, наверное, говорить. То есть рассказывать все, что. Ну, поскольку вы учителя, поэтому вопросам из нашего кота в мешке вас не удивите. Говорение, да, вам больше всего подходит. А на этом мы прощаемся. С вами были мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Всего вам доброго. И самое главное, несмотря на победы и разочарования, продолжайте общаться. До новых встреч! Ура! Спасибо вам, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok